Добро побеждает зло, что надо всегда говорить правду. Знакомство с детской литературой – один из самых ярких и запоминающихся моментов в жизни каждого ребёнка. И эти воспоминания потом сопровождают человека всю жизнь. Позже, став родителями, мы сами читаем не раз перелистанные книги своим сыновьям и дочерям. Это и развлечение, и большой вклад в воспитание. Учит, как правильно поступать, что хорошо, что плохо. Готовит к дальнейшему изучению, чтению более взрослой литературы. Таким примером является. Тема настоящего и будущего детской литературы стала предметом обсуждения студентов Пензенского государственного университета. Какие бы современные развлечения не появлялись, книги детских авторов по-прежнему будут пользоваться спросом, считают специалисты. Детская книга, она ведь, знаете, ещё и фольклорные времена, когда ещё и письменности не было, она, по сути дела, уже существовала только в устной форме. Вот, народ, он задумывался о том, как воспитать личность. Вот назначение детского произведения именно в том, чтобы дать первоначальное представление о мире, о самом человеке и, соответственно, помочь человеку вот в ориентации в этом самом мире. Дискуссию вызвала тема популярности советской детской литературы. При том, что жизнь в эпоху СССР была совсем другой. Писатели создавали произведения и поныне находящие своего читателя.